В случайных боях уже можно встретить адмиральские линкоры из долгожданной ветки СССР. Если вы посмотрите этот ролик до конца, то узнаете о особенности новинок и сможете подобрать лучшую тактику противодействия при их встрече. На связи ваш лоцман виртуального флота GetFun, и перед началом я обязан предупредить, что это видео предпросмотр с теста, что значит, параметры кораблей к релизу могут измениться, потому больше внимания будем сейчас уделять концепциям и их применениям. Новая ветка, как и другие альтернативные ветки линкоров, включает корабли, которые концептуально отличаются от классических линкоров и больше похожи на хорошо забронированные линейные крейсеры, что важно помнить, так как некоторые из особенностей становятся впечатляющими только вспоминая эту разницу. Например, в броне хочется выделить 32-мм обшивку, которая не уступает классическим линкорам, но именно это и делает ее примечательной. Лазарев на текущем этапе первый, кто успешно выдерживает удары бронебойных снарядов до 460 мм в нос, не получая при этом значительного урона, а благодаря широкому бронепоясу от 125 мм до 350 мм практически по всей длине корабля, вероятно, что и 460-мм снаряды будут часто рикошетить при правильном позиционировании. Кроме того, при сравнении носовых оконечностей Лазарева и Кремля создается впечатление, что Лазарев будет лучше держать удар из-за меньшей площади обшивки и большой ширины бронепояса. Ну а благодаря 38-мм палубе и борту в 150 мм предполагается, что даже фугасный дождь будет не таким смертоносным для этого корабля. И это, безусловно, сделает встречу с такими монстрами, как Нью-Хэмшир, который разрывает рандом ДПМ на артиллерии, не столь уж опасными для Лазарева. Кстати, видео о Нью-Хэмшире с демонстрацией мощи 203-мм артиллерии уже есть на канале, ссылку найдете в подсказках. Очень занимательный линкор, скажу я вам, который можно купить за стель. Ну а продолжая обзор Лазарева, отмечу еще и конкурентную противоторпедную защиту с выдающейся длиной. Особенно примечательным является этот момент при осмотре кормы, где ПТЗ уходит чуть ли не до носика. Это очень неприятный факт для подводных лодок и авианосцев, которые в полной мере почувствуют сокращение урона, если Лазарев вовремя начнет у ворот, не допуская удара в носовую часть. И если тестовые параметры мобильности не поменяются к релизу существенно, то с точки зрения характеристик корабля проблем с маневренностью также возникнуть не должно. Радиус циркуляции ниже, чем в среднем у линкоров того же уровня, включая альтернативные ветки. К тому же время перекладки даже без прокачки составляет внушительные 13 секунд, то есть корабль очень быстро будет реагировать на ваш нажатие клавиш. Но а средняя по уровню максималка в скоростных данных, благодаря форсажу, также позволяет мне сказать, что в плане мобильности корабль будет торт. А как вишенка на этом торте, будет отличный параметр незаметности. Без преувеличения при прокачке параметр будет около 12 километров, что сделает его достаточно незаметным кораблем даже на фоне некоторых обычных крейсеров. А тут-то совсем другие масштабы. Учитывая этот длинный список выдающихся характеристик, мне очень сложно критиковать живучесть корабля из-за малого запаса прочности, особенно учитывая тот нюанс, что запас все-таки выше, чем у других альтернативных веток линкоров, а также за счет наличия стандартного недостатка советов в виде высокопассажной цитадели, что повышает риск получить критический урон. Но такая особенность есть у всех советов и даже у Кремля. Стал ли он из-за этого быстро уничтожимой целью в рандоме? Нет. Ну и Лазарева за этот недостаток хранить, наверное, рановато. Итак, подводя итог. Вынужден сказать, что корабль пока что выглядит, если не имбово, то крайне сильно. И потому есть чувство, что концепцию будет ждать серия нерфов на ближайших этапах тестов. К ним лучше готовиться уже сейчас, чтобы потом не создавалось впечатление, что занерфили слабый корабль. Хм, слабым Лазарев точно не является. А что скажете вы? Помню, на этапе анонсов многие не стеснялись в выражениях, прямо обвиняя Лесу в том, что они намеренно выпускают ветку советов слабой. А тут даже ПВО, которое нам действительно обещали слабым, в принципе оказывается по цифрам вполне себе средним. Знакомые установки говорят, что выбивать его быстро будет невозможно, а пример Бунго показывает еще и то, что для линкора с хорошей маневренностью дальняя аура с восьмью разрывами даст заметный эффект. Это заставит авиацию восьмого уровня облетать нас стороной, а десятый уровень не рассматривать нас как легкую цель. Опять же повторюсь, речь идет о маневрах отхода, а не стоянии на месте. В такой тактике у корабля будет недостаточно живучести, чтобы противодействовать авиации, да и другим кораблям в общем-то тоже. Ну а противолодочное вооружение тут также без недостатков. Есть авиаудар на 11 километров. Отбиваться от подводных лодок будет чем. Возможно, самые скептично настроенные к хвалебным отзывам, глядя на эти данные без явных недостатков, убеждены, что вся подлость разрабов заключена в том, что линкор будет сокращен именно по артиллерии. Но даже здесь я едва сдерживаю себя, опасаясь перехвалить корабль, дав сигнал разработчикам о том, что требуется срочный нерв. Ведь в артиллерии тоже есть масса приятных особенностей. Во-первых, вооружение состоит из 3-4 орудийных башен с 406-мм артиллерии. Вес залпа соперничает с монтанной, то есть не лидерский, но вполне достаточный для уровня и требующий некоторой позиционной игры. Сравнивая таблицу по значимым параметрам, сходство будет крайне высоко. Есть разница в мощи снарядов, но она вовсе не значительна при пересмотре ДПМ. Разница будет только если в точности и только благодаря тому, что у американца бонус модернизации на точность 11%, а у остальных 7%. В таблице отмечу, что цифры показаны без этой прокачки. А еще у советских линкоров Сигма будет ниже, потому разброс внутри эллипса будет выше. Но стоит отметить, что дальность стрельбы в реальном бою может быть у этих линкоров абсолютно разной. И тактика Монтаны через незаметные рейды под носом у противника с неожиданными залпами будет существенно легче выполняться на Лазареве благодаря лучшей маскировке и подвижности за счет форсажа. За эту тактику в том числе мне нравится Монтана, и нет оснований сейчас полагать, что Лазарев тут разочарует. К тому же разработчики дали артиллерии приятную советскую особенность. Первая и третья башня вращаются на 360 градусов, что существенно увеличивает комфорт в маневренном бою. Есть пока что только лишь одно опасение. Количество ремкоманд малое, что может оказаться существенным недостатком в длительном сражении, и потому корабль просто обязан часто прятаться в инвизе, ожидая подходящего момента для начала сражения. И эта осторожность не свойственна всем командирам линкоров. Потому предполагаю, что ветка кому-то просто не сможет понравиться, а некоторые тестеры сейчас, пытаясь отыгрывать в стандартной для себя тактике, будут не намеренно, но выпячивать самые большие слабости Лазарева, создавая впечатление у сообщества в том, что корабль очень слаб. И таким тестерам я только лишь благодарен. Очень надеюсь, что их будет реально много, ведь если они смогут понизить статистику корабля, то риск изменений до релиза будет минимальный. Ну а на релизе всех остальных будет ждать очень привлекательный советский корабль, хотя и с несколько специфичной тактикой. А как считаете вы? Пишите в комментариях. Я же на этом закругляюсь. И надеюсь на ваши лайки и подписки. И благодарю зрителей, чья поддержка сохраняет канал на плаву. В особенности это касается Королей Морей Чинчипоса и Умку, Морских Драконов Дегет и Дмитрия Галушкина, а также Адмиралов Константина Пучкова, Паранойя Каликсия Емельянова, Дмитрия Виноградова, Кость Ктошелкова, Михаила Рубцова, Данечка Иванова, Тёма Казаринова, Гарибальди, Башу, Рэбби и Бисмаркчан. Желаю крепкого здоровья, комфортного рандома и ярких, незабываемых боёв. Пока-пока и до связи в новых видео на ТВ Гетфан.